Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим следующий вопрос. Навсегда ли Христос расстался со Своими учениками? И мы будем смотреть текст Евангелия от Матфея, 26 глава, 11 стих, Евангелие от Матфея, 18, 20, 1 Иоанна, 4, 3. Отталкиваться мы будем от стиха Евангелия от Матфея, 26, 11. Здесь Христос говорит «Ибо нищих всегда имеете собою, а меня не всегда имеете». Получается, что Христос как бы намекает этими словами, что пока Он с ними на земле, они Его имеют. Могут общаться с Ним, разговаривать. А когда Он вознесется на небо, как бы возможность живого общения с Ним прекратится. Но давайте посмотрим, что пишет Иларий Пиктовийский. «Господь сказал им, что у них будет достаточно времени, чтобы заботиться о нищих, и более. Только по Его велению может быть даровано спасение язычникам, которые погреблись вместе с Ним в излитом этой женщиной мире. Ибо возрождение возможно только для тех, кто умерли с Ним в крещении». Действительно, эти слова «нищих всегда имеете собой, а меня не всегда имеете» Христос произнес в следующем контексте. Когда одна женщина вошла в помещение, где он находился, и излила драгоценное миро, как бы приуготовляя его тело к погребению. А в понимании Илария Пиктовийского это было такое символическое действие, которое указывало на то, что нищие, прежде всего духовно нищие, язычники, они воссияют благодатью Духа Святаго, потому что умрут для прежней жизни и воскреснут для новой. Ибо Христос смертью Своею нашу нравственную духовную смерть попрал и сущим во гробе живот даровал. Но вопрос остается открытым, а меня не всегда имеете. И посмотрим текст из Евангелия от Матфея, 28 глава, 19-20 стих. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сей я с вами во вся дни до скончания века. Аминь». Вот здесь Христос говорит накануне Своего вознесения на небо, что в некотором смысле Он нас не покидает, что Он будет с нами во вся дни до скончания века. И теперь нам надо выяснить, а в каком же формате общение со Христом продолжается из поколения в поколение, из одного дня в другой день. Чтобы ответить на этот вопрос, обратим внимание на слова этого же Евангелия от Матфея, 18 глава, 20 стих. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Христос присутствует среди любого собрания верующих, даже если это только двое или трое, и они собраны во имя Его, то есть рассуждают что-то о Нем, Он незримо присутствует в таком собрании. И другой текст, это 1 Иоанна, 4 глава, 3 стих. «А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего воплоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что Он придет и теперь уже есть в мире». Что это значит «всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшим воплоти?» Это не только те, которые отрицают факт Его Боговоплощения, но которые не признают, что в святых дарах Его тела и крови события Боговоплощения повторяются в Таинстве Святой Евхаристии. И мы вкушаем истинно кровь Иисуса Христа, пьем ее, и истинно Его тела, вкушаем от Него. Поэтому этот текст надо воспринимать и евхаристически. И еще 1 Коринфянам, 11 глава, 25 по 27. Первоверховный апостол Павел пишет. «Так же и чашу после вечери, и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей и лепить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Один из апостолов сказал, что мы не знали Христа по плоти. Но это риторическое решение. В святых дарах мы причащаемся Его тела, Его плоти и Его крови, соединенных с Божеством. Ибо во Христе Божественное и Человеческое, в апостась Едину. И это тайна нашей веры. Мы настаиваем на том, что когда хлеб и вино приносятся на Проскомидию, потом на Херувимской они переносятся, эти дары на престол, потом происходит преосуществление или приложение хлеба в тело Христова, в Его плоть, а кровь, точнее, вино, в Его святую кровь. Так и назначение жизни христианина приложиться, преосуществиться из состояния чада гнева в состояние чада Божия. А еще древние говорили, мы есть то, что мы едим, то, что мы вкушаем и в духовном, и в материальном, физическом случае. Таким образом, Господь не покидает нас. Он присутствует среди нас. Он присутствует святыми дарами. Он присутствует своим живым словом. Конечно, надо различать духовное и физическое присутствие Христа, но не в случае с причастием, потому что здесь мы точно причащаемся и Его божества, и Его тела, каковы в апостась единую. И сия тайна велика. И в Библии она называется «Великая, беспрекословная благочестие тайна». «Великая, кинотеатр». «Вельская, кинотеатр» «Великая, кинотеатр». «Великая, кинотеатра». Продолжение следует...